31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий. Миллионы людей были убиты НКВД и замучены в сталинских лагерях. В современном Казахстане политические репрессии остаются повседневной реальностью. И для нас 31 мая – это еще и день солидарности с узниками режима Назарбаева. В 1986 году Назарбаев организовал кровавое подавление выступлений казахской молодежи. Так он добился благосклонности Кремля, а в итоге захватил власть в Казахстане. Репрессии стали основным инструментом режима Елбасы. В 2011 году уже на Азене и Шепте были расстреляны наши граждане, мирное рабочее. У нашего народа тяжелое и трагическое прошлое. В советское время Казахстан играл ключевую роль в системе ГУЛАГ. За годы репрессий в нашу страну было сослано более 5 миллионов человек. Миллионы погибли от репрессий и голодомора. Точная цифра погибших неизвестна до сих пор. Весь Казахстан был превращен в огромную тюрьму. Советские репрессии коснулись каждой семьи. К сожалению, большинство об этом не имеет представления, потому что страх заставлял людей молчать о том, что они пережили сами и пережили их родители. Давно уже взрослые внуки не знают, через что прошли их бабушки и дедушки. На страхе держится авторитарный режим Нурсултана Назарбаева. Страх миллионов позволяет Назарбаеву расправляться с противниками его режима, держать в тюрьмах невиновных людей, которые оказались чем-то неугодным власти. Только демократическая модель управления способна покончить с политическими репрессиями. Избавляйтесь от рабского страха. Объединяйтесь. Только так мы можем привести страну к свободе и демократии. Приходите 31 мая к мемориалам жертв политических репрессий в своем городе. Проявите солидарность с политическими заключенными. Завяжите синюю ленточку на деревья возле мемориалов памяти, либо у памятников героев. Одевайтесь в синий. Закрепите синюю ленту на своей одежде, сумочке. Прикрепите к антенне или зеркалу автомобиля. Так мы покажем. Нас много. Нас не запугать. Единство сильнее тюрем. Мы обязательно победим. Субтитры создавал DimaTorzok